Сударь, мое почтение, сударни, мое восхищение, сегодняшнее стихотворение является приколом публикации, сделанной на стене моей группы во Вконтакте 15 июля 2017 года в 11.46. Это стихотворение – своеобразный вызов той машине, нынешний лидер которой совсем недавно, по историческим меркам, пытался взять под руку императора. Евтушенко Евгений Александрович Я был наивный инок, целью мнил одноверности на Руси, и обличал пороки церкви, но церковь, Боже упаси, От всех попов, что так убога, людей морочили простых, старался выручить я Бога, но богохульником прослыл. Не так ты веришь, загалдели, мне отлучением грозя, как будто тайные владели, как можно верить, как нельзя, Но я сквозь внешнюю железность, у них внутри узрел червей, всегда в чужую душу лезут за неимением своей. Лишь от страха монолитные они, прогнившие давно, меняются митрополиты, но вечно среднее звено, И выбивали изощренно попы, попята, день за днем, наивность веры, как из чрева ребенка грязным сапогом. И я учуял запах скверны, проникший в самый идеал, всегда в предписанности веры, безверие тех, кто предписал. И понял я, ложь исходила не от ошибок испокон, а от хоругвий исходила из глубины самих икон. Служите службою исправной, а я не с вами, я убег. Был раньше Бог моею правдой, но только правда это Бог. И я ухожу в тебя, Россия, жизнь за судьбу благодаря, счастливый, вольный поп-растрига из лживого монастыря. И я теперь на лене, боцман, и хорошо мне здесь до слез, и в отношения мои с Богом здесь никакой не лезет пес. Я верю в звезды, женщин, травы, в штурвал и кореша плечо. Я верю в Родину и правду, на кой во что-нибудь еще. Живые люди мне иконы, и я с работягами в ладу. Но я колено преклоненно им не молюсь, я их люблю. И с верой истинной, без выгод, что есть, была и будет, Русь, когда никто меня не видит, я потихонечку крещусь. Всем спасибо.